много буков короче автомат говно ну ей богу автомат вообще фигня ну ладно давай возьмем пулемет хорошо я был прав вот реально начиная игру в начале буквально я кекал конечно хихиха но в итоге то я оказался прав я конечно не подозрит а сука это галюн пытается типа воздействовать да ёшки матрешки а я по нельзя подходить реально что ли я думал мы типа сопротивляемся там какое недовольное ты посмотри на нее не научусь не делать всем привет ребята всем доброго времени суток продолжаем проходить 7 резик слушайте ну блин прошлая серия вообще капец такой сюжетный твист задала интересный ну точнее не сказал бы что прям твист но такое капец какое все из-за тебя игра с нами сейчас очень откровенно поступила и кайф интересный поворот приняла скажем так а мы отправляемся на поиски евелины только что хочу за постройка как-то может быть какая-то постройка если мы вообще были вообще-то так-то на корабле и здесь а ну а ну вообще да как как здесь мужчина в этих болотах оказался танкер или здесь просто раньше было море и все сгнило из-за гриба бас на этот и всей движухи суши ну может быть я вертолет вижу хочу они куда они кто они вопрос хороший чудес вообще за хотя нет вот на постройках болото мы же на лодке просто плыве а тут типа ладно а нам ладно я хотела залезть просто ну не надо так не надо больно как говорится надо но я не думаю вы мне в воде то не будете меня скремить уже был скримак я готов уже к этому всплывала там голова или чё не будут красавчики и у меня кстати опять забрали весь инвентарь я только не понял как мне оживили вообще руку я не заразный типа я не я не я не гриба бас на но руку рука то как-то моя оживилась 18 февраля 1892 года в шахте паттерсона произошел оба бал туаны бэкхард погибли а хаски на всю жизнь останется инвалидом старик стэн был прав грунт слишком нестабильнее компания не собирается присылать никого на замену вместо этого от нас требует работать в две смены что не дождусь когда вернусь в родные края о они следят за нами с вертолета кто алё прием прием альфа 1 это браво один прием это альфа 1 доложите что удалось найти у мы обыскали поместье бейкеров выживших нет повторяю выживших нет мы нашли там следы боя эвелина никак нет она уничтожена лукаса сына бейкера адресованные неизвестному третьему лицу не трудно догадаться кому замечательно это типа амбрелла говорят он в заброшенных шахтах на юге и отправляюсь туда вас понял встретимся в упомянутом месте если найдете эвелину стрелять на поражение повторяю стрелять на поражение понял ну хороший вопрос типа а где нам ее ну типа мы отправились дали на юб а монеты то я забрал за а монеты нам не дадут судно болото лаборатор тут лаборатория есть а вы забрали ми вещами кайф сюда блин вещами ну все смотри-ка у нас все есть короче автомат говно ну ей богу автомат вообще фигня аптечки забираем естественно все универсальный нож забираем бомбы до а нифига аптечек то отмычка берем так пистолет м19 нормальный дробовик берем гильзы берем ключи наверное не берем зачем они нам мы все уже 300 раз 300 лет в обед уже открыли также 17 говно это наш типа хороший пистолет ключ монета порох патроны для 44 мг так нет подожди монет это понятно а там же еще были древние а вот три древние монеты давай мы их возьмем и сразу же сразу же положим так по 1 что все еще четыре монеты целых где-то короче я монетки не нашел так патроны для пистолета нужны теперь разделить горелка защита рукоять ключи не берем не надо зажигательные боеприпасы не надо давай сильные две аптечки возьмем универсальную монету возьмем потом скинем если чего даже две возьмем так пистолетные патроны берем пулемет бомба давай еще бомбу дистанционную возьмем хорошо так и у нас теперь бомба ехать это причем усиленные патроны ай 7 всего так ножик хороший кстати ножик и дробаш все да мне больше ничего не надо дробаш нормальный вообще абсолютно вполне себе нормальный дробовик я и вообще самое лучшее оружие на свете этот дробаш так давай психостимулятор юзаем сразу а чё не загутал там карелка на хочу подожди где а да ты чё ладно окей давай и погнали пишу короче две серии подряд ну потому что хочу поиграть прям а блин мог это на самом деле ой да горелка это так для маг я выкину короче патроны это все хрен хренатень это могу сделать не ну и ладно фиг с ним выкину горелку бах вот это ребята разговоров да ты чё не сдох то давай не на а ты а чё такой живущий нифига два раза встал прикольный ты конечно да ну что такое эпоксид блин ой ладно давай я не знаю монета окей хорошо эпоксидку берем эпоксидка потому что ну прям нужно чувак не а шутом не надавали то столько ерунды сейчас еще будет last fight какой-то мне против бояк там нужно будет воевать трава понятно 1 траву берем эпоксид не берем аптеку делаем эпоксид берем все в чем они ты все скинули блин монеты все скинули короче в лабораторию идем жестко но видимо с военными воевать хочу еще остается твоя пехоль возьмешь потрачу сначала пехонь не очень конечно эффективный но я же зачем ты его взял поэтому ну давай пусти пусти принятого то лаборатории амбрелла или кого нет суши пистолет вообще нормальный хорош прям ну намного лучше чем тот где уже забыл что нельзя обезвреживать их и хорош все растяжки а мы кстати а как как все как все мертвы если лукаса мы блин а может нахер выкинул а нельзя скинуть прикол зато отмычку можно скинуть да я горелку нахрен скину до него не нужна типа кому нафига мне горелка лучше аптеку еще сделаю аптечек много не бывает что блядь происходит чё на принцесса ебать да ебануцев тихо таблить таблить на стуха не пожалуйста да кое как все на хрен патроны вообще и стратил но зато место освободил правильно правильно о чем мы сюда не пройдем нам типа сюда не надо чешу ладно на так не надо она погнали кубле а ну это типа отоползли ну типа чтобы ничего не падала на голову нормальная тема тихо всем бояться всем руки вверх ух ты а это обратно вернуться тут тоже какой-то тупик типа ну с бомбочками конечно сюда а бомбочки да ебанулся о бля вот это нежданчик на меня напал так ладно теперь заряди блин ну давай просто аптечку окей пойдет на жизнь много аптека есть все есть инвентаря почему-то блядь да вы запали никуда ты мансишь ладно инвентарь и сразу себе освободили блин вообще нормально а чё куда а назад что-то или а все понял все понял предельно ясно понятно ну ка мэби а не мэби ладно погнали дальше чуть тут нифига нет ну усиленными конечно да это что за заветы лукаса такие я не понимаю что нахрен за заминированные пятница 2015 года 16 января ребята благодаря вам меня уже неделю как не беспокоит странные мысли теперь все нормально а она до сих пор думает что провела меня вот уж постарайтесь исправить это недоразумение она ведь не только выглядит как милое дитя но и глупая как дитя однако мама и папа пока в полной отключке любопытно это вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость результат мягко говоря хреновый эта сука мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной эви и реальностью она становится весьма агрессивной пришлось запереть ее в камере мне казалось что евелина должна была разозлиться ведь мы ее любимица ну и вроде все равно вообще-то евелина иногда к ней наведывается думает мия ее мамочка в общем хреновое у вас получилось биологическое оружие семейное одержимое севелины выходит из-под контроля она заставляет всех похищать все больше и больше бедолаг чтобы добавить в свою семью уродов может ей надоело потому что мия к ней не вернулась но меня все это уже порядком достало ведь именно мне приходится почищать дерьмо когда появляется кто-то новый кстати и вроде нас не здоровится кожа у нее становится все более морщинистые волосы сидеют так и должно быть она как будто внезапно поставь постарел а понятно я был прав вот реально начиная игру в начале буквально я кекал конечно хихихаха но в итоге то я оказался прав я конечно не подозревать я конечно не подозревал что бабка это и есть эвелина она получается приковано к инвалидному креслу что она уже пипец какая старая на последнем издыхании и она только и может что плодить гриба басы и она видимо растратила всю энергию свою она видимо делилась 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 и постарела на глазах видимо прям очень много она тратила и плевала там вот это вот все то есть она безграничной силой обладала но она тратила ресурсы свои своего тела так сказать а я так понял вырастили в пробирке что ли величин в данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерией обитающей в объектах серии е настоятельно рекомендуем ознакомиться с документом прежде чем работать с боевыми агентами серии е далее минуем и как плесень первоначальное заражение плесень питается веществами из зараженного хозяина и растет постепенно захватывает все клетки один из побочных эффектов чрезвычайно высокие регенеративные способности ходе экспериментов мы ампутировали у подобных руки и ноги им удалось за считанные минуты приживить ампутированные конечности обратно бля я тоже заражен пиздец промежуточная стадия когда плесень достигает мозга мысли субъекта синхронизируются с мыслями агента серии е субъект начинает слышать голоса и испытывать галлюцинации вскоре он попадает под полный контроль агента если не остановить процесс субъект полностью теряет свое я последняя стадия после того как плесень распространится на все клетки организма субъект начинает терять человеческий облик физические изменения разнятся от случая к случаю но в результате субъект приобретает огромную физическую силу сдержать субъект достигший этой стадии чрезвычайно трудно они видимо вырастили эту плесень видимо сделали эвелину но она видать вот так себя истратил а я реально рафлил пять минут после введения дозы работа не к токсин ей испытания подбора дозы серии е лично после введения дозы но экспериментировали прочно до залупа это вырвалось все это все вырвалось и стала бесконтрольным видимо ребята вот так вот некротоксин разрушает клетки объектов созданных на основе модели биологического оружия используя только для уничтожения объектов в серии е перед употреблением такси необходимо стимулировать для этого поместите в контейнер с некротоксином образец клеток серии е а у меня есть а она есть без проблем стимулируем а это перегонка такая прикол прикольно ладно а вот и оружие против эвелины а я говорю последний файт будет с бабкой просто знаешь подошел блять к креслу и на нахуй все и г.г. эвелина также способна формировать организмы из мицелия то есть грибкового волокна в одном случае термин организма не точен строго говоря это сверх организм и полностью состоящие из бесконечного мицелия однако важно отметить что этим производным организмом свойственен мощный инстинкт самосохранения они яростно защищаются при малейшем намеке на угрозу свойственно этим грибам плотность и сила придают им потенциальную ценность на поле боя исследователи называют эти сверх организмы плесневиками они состоят из плесени а также это название созвучно слову боевики есть в этом наименовании некая выдумка для лечения случайных заражений была разработана уникальная грибковая сыворотка получаемая путем чего-то там образцов ткани эвелины применение сыворотки на зараженном субъекте приводит к кальцификации мицелия а ну вот однако в случае когда клетки субъекта обширно поражены применение сыворотки приводит к летальному исходу силу того что временный промежуток подходящий для лечения так мал основным применением сыворотки является скорее устранение зараженных субъектов нежели их исцеление при исследовании свойств сыворотки мы обнаружили что подвергание ее влиянию усиливает эффект до крайней степени таким образом был открыт состав который мы теперь знаем под названием нейротоксин даже мало дозов крайне любопытно было наблюдать в поведении вели на такое явление как ее одержимость идеи семьи во время экспериментов было обнаружено множество случаев когда зараженные субъекты были вынуждены играть роль ее отца или матери относясь к ней как к родному ребенку почему для получения ментального контроля она выбрала именно эту тему с одной стороны это кажется случайным выбором возможно она инстинктивно осознает что семейная ячейка лучше подходит для успешного внедрения в социальные группы нежели одинокая девочка с другой стороны кто-нибудь сентиментальный может предположить что она пытается компенсировать четко осознаваемую нехватку любви в процессе своего возрастления в карантине и и не хватает родительской ей ей не хватает родительской любви и те же пассатижи ну жестко так давай все это дерьмо скидаем ненужное абсолютно коррозинку скидаем она мне оказывается вообще не нужно было это скидаем это мы оставим для сильных аптечек пулеметные патроны скинем тоже не нужны в принципе хотя мне насыпают патроны для пулемета вообще так то если чё давай монету защиты берем аптечка психостимуляторы но возьмем заюзаем сразу же универсальную монету возьмем блин давай короче пехоль все-таки скинем возьмем чуть помощнее типа ну ладно давай возьмем пулемет хорошо давай 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 и патроны для пулемета возьмем все вместо пистолета просто будем использовать пулеметы в принципе в принципе окей хорошо так это берем это халуем почему-то у меня она меня к цену ли я хилился вроде нет странно так то ну давай делаем аптечки сильные все аптеку нас прям не равно что парализованные боеприпасы не нафиг это надо скидываем я лучше монет суши побольше наберу давай там монета нападения особо известно тех кто носит их с собой инстинкта нет улучшать боевые инстинкты странно чу как это вообще работает боевые инстинкты или вы сортировать типа монеты просто все инстинкт перезарядки универсальная монета типа дэмэдж это как-то вообще повышает нет защита давай нападение но нападение блин делает вас сильнее улучшает боевые инстинкты очень странно ну давай инстинкта возьмем хорошо давай нападение возьмем до хренища монет просто возьмем на забав чисто и все я потому что понимаю что меня ждет и скорее всего это нифига будет нелегко поэтому как бы и потом для мага зачем-то собрал хреновый простыш ну ладно а мне идти то туда окей но мне типа через лабораторию в дом а или подожди они ее типа не в заперти в лаборатории держали а не знаешь где удержали этот этот дом бейкеров это и есть зона наблюдений понимаешь как раз таки они они заманивали видимо к бейкерам всех ну япона мама пошло говно по трубам тихо 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 а похуй не хочу на из закате вообще нормально на все в порядке ах ты сучка ну ладно все чпокнули суку идем дальше на пути кого-нибудь встретим с третьим блять встретим давай да блять сука живая сдохни блять да ебануться там сзади блять я чувствую нет о а эти отстали от меня прикол так у меня до сих пор подожди он слабенькую аптечку давай завязаем пойдет так ножик обязательно да лучше лучше пока с дробашом покажу о нормально пришпорил смотри живая какая скотина все гуляй вася патроны для брови для дробовика кончаются но я их они нигде не нахожу ебанусы опять болеводник за серия опять за серия а я ей ей и ей да блять да ты сука да блять как тут заебал поливать на меня ну дела блять тихо блять сидимся а мы еще закончились 5 мне закончились хватит на меня рыгать на из минус один конч для сдохнет да сука он еще и сдохни боже смотри блять а блять кое-как сейчас взорвется опять ладно нет рабаш хорошую службу нам служил по ну мало мало чё по здоровью но блин у нас только сильные аптечки не очень хочется так то тратить сильные аптечки все это мероприятие все-таки хочется обойтись обойтись малым а у подожди еще давай ладно погнали все жестче и жестче начали файты быть ну как бы ладно все в принципе логично и понятно что нам нужны эти бабки и убивать бабку там и кем бы она там в итоге не переродилась там по факту под конец но лукас это мы не убили да мы убили матуху мы убили батю и так далее и тому подобное но лукас это мы не убили лукас то живой до сих пор у меня это в голове не укладывается я может что пропустил уже что-то не понял может он сдох но как он сдох а что-то я собрал нет как будто нашел ну как будто ничего не нашел ладно погнали чё пробрались через лабораторию что ли или чё кукусики это подвал дома ну я говорю этот дом это и есть типа этот дом да 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 но она же бессильная она меня вообще в доме не трогала почему она сейчас будет меня трогать что на меня обозлилась мы расстроили бабку ребята алё если чем и бабку то расстроили ой мы в самое начало пришли а я начал видеть галлюцинации короче тоже начал я вижу я говорю я я заразился потому что кому он все она начинает меня это начинает меня душить психологично это не нарочно заново а или она просто управляла а чё это не надо зачем это но здесь андрюху потеряли игры кончились ой все надеюсь взяли за скамели на дробовик это что такое капец а что а сюда не пройти вообще понял это мы чё типа должны по всему дому пройти ну вон да мы видишь уже короче начинаем немножко как-то заебала начинаем короче с ума сходить потихоньку но пока мы не сбрендили окончательно мы должны ее терреть нихуя это нам уже у меня в голове сидит пытается типа воздействовать видимо да ёшки матрешки а я по а нельзя подходить реально что ли я думал мы типа сопротивляемся там евелина постарается не подпустить вас к себе чтобы уничтожить ее с помощью нейротоксина придется отбивать ее атаки а спасибо я понял а как блин а а как ну-ка подожди а я думал может можно зайти просто к ней с другого входа отбили идем 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 я тебя посрался на месте стою все нормально идем 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 отбиваемся все хорошо давай-давай-давай-давай-давай пизда тебе старуха если ты старуха тихо давай 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 хорош просто лучше иぞучих и танк и просто лучше из лучших Ты? Да, да. Почему все меня ненавидят? Да, блядь, ну... Прощай. Больно! 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 Будто проклят! Будто все проклятые! тихо нахуй а чё блять а пизда нихуя блять получай помойски бабуся тихо пиздякаем пиздякаем какая недовольная ты посмотри на нее блять не ну а чё еще с ней делать ой блять от ебала старуха блять охренеть я проиграл или все норм ну и типа и ее ведь жалко с одной стороны но в плане она нет не сама же спасибе появилась поля я же сделали ее вырастили она несчастная на самом деле представляешь ее вырастили мы вырастили монстром ее такой создали она и не выбирала это вот в чем дело она может и хотела там семью семью там не семью ну в своей там это ипостаси и возможно ну блять очень грустно реально когда папка заплакал немножко конечно снова другу давай 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 блять как ты вообще помогая ну типа я мне кажется я просто щекочу и все для похищения мужичок хочу за блять чё плохо очень кто-то звонит что ли самое время поговорить альберт 01 это чё за структуку игры кончится давай а где что где ало нихуя это брательники и за сандали ключи нормальный ствол ну кальций полезно для зубов принципе много кальция никогда не мешал окей всяко бывает хочу семью это интересно и кто это так и так и ведь и непонятно кто это umbrella там это другая организация что это вообще расскажите знак амбрелла я просто не вижу здесь я помню этот значок типа зонтика что ты меня убивать то надеюсь не будешь я рад что мы нашли тебя хули вот так долго ребят капец с женой с моей блин не могли даже нормально дерево сделать просто картинка о живая все вылечили уцелела найс я рад выреная уцелела ну слушай хорошая концовка вообще найс максимальный говорят когда закрывается одна дверь открывается другая что ж сегодня дверь закрылась длинная была ночь и не только для меня откроется резиденты вел войска страдали не только мы сми но и бейкер это же но там же по моему твари эвелины они не имея будет и и там тоже будет там а амбрелла в натуре на мертва все понял а эти ребята явились прибраться я только смирился с уходами но теперь она вернулась и хочет начать сначала с чистого листа и чё типа амбрелла хорошую может это и есть открытая дверь или чё слушайте не понял надо короче надо короче будет почитать об этом обо всем немножко я вот потерял ниточку вот эту вот амбрелла же нехорошая ниша конченые вот эти лаборатории по всему миру устраивают и так далее они же всю эту кашу заварили нет так понятно 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 ну а что это просто нет музыка играет не блин ладно понятно а ну да то это просто короче титры просто титры понятно сутому массу да понял обычное время игр 8 часов слушать и 10 перезапусков это типа 10 уничтожено генов везде а гномов видимо блин 12 гномов уничтожил серьезно это 10 типа раз я умер древние монеты не все собрал папки но почти все залутал использовано стабилизаторов качество стабилизаторов используемых с этими сохраненными данными смысле стабилизатор астероидов я три использовал понял разблокировано оружие альберт будет добавлено вещик в основном сюжете секреты самообороны ладно слушайте мне игра очень понравилось она просто плюет лицо всем остальным как будто бы хоррором ну условно так вот если это это реально это самый лучший хоррор в которой я вообще играл я вам так скажу это охренительный сюжет это кайфовые анимации это крутая игра актеров но графон до хороший графон но местами он прям такой упрощенный урезанный специально там под возможно приставочки вот это вот вот это вот все ну level design классный скримаки до конца душат и даже то что у тебя есть оружие да ты немножко можешь выдохнуть но все равно тебя будут душить по-любому там есть как бы силы которые не подвластны пушкам скажем так вот а если бы совсем было все грустно с пушками то блин даже вот эти просто черти черные душили бы тебя до конца игры это было бы прям геморройно а под конец ты такой более-менее налегке ну типа ссышься но плюс-минус окей как бы не сильно крипово это было такой боевичок больше под конец типов боевичок ушло но со скримаками типа как фир наверное вот что-то типа того но очень классно слушать я прям очень хочу теперь резик восьмой поиграть но в резик наверное 8 это на стримы уйдет я так для записи хотел пройти седьмой а вот восьмой мы будем с вами стримить ладно ребята слушайте ну больше слов нет очень кайфовая игра всем большое спасибо за просмотр подписывайтесь комментируйте оценивайте данное видео если вам понравилось так же как и мне проходить эту игру увидимся с вами в следующих прохождениях в других играх и на моих стримах всем бб в следующих прохождениях